Итак, коллеги, сегодня мы с вами знакомимся с библиографическими описаниями, библиографической записью и с областями, элементами, со структурой, то есть самое-самое начало-начало, основы-основ, что нужно знать не библиографу. Еще раз подчеркиваю, вообще мой цикл – это библиография для небиблиографов. Конечно, где-то я стараюсь сдавать чуть поглубже, чуть побольше, но в основном максимально стараюсь упрощать. Наша основная с вами задача – это избавиться от страха перед библиографическими описаниями и записью, не бояться ГОСТов, тем более, что буквально на днях мне попалась вот такая вот картинка где-то в социальных сетях у одного из друзей. Вот так, да, действительно, постоянные правки списков, ссылок – это еще тот ужас-ужас, хотя, ну, почему ужас? Ну, не так уж ужасен ГОСТ и даже его изменения, как страх перед ним. И вот, чтобы его побороть, нам достаточно простых вещей, нам достаточно просто понимать самые основы и уметь их применить. Все. Тогда уже любые изменения станут не хоррором, а в крайнем случае приключением. Вот поэтому мы сегодня и начнем подробное знакомство с ГОСТом R7100-2018, библиографическая запись и библиографическое описание, чтобы не делать себя героями хоррора, а, по крайней мере, сделать себя героями-победителями какого-нибудь фэнтези или приключения. Еще раз напоминаю, коллеги, у нас все максимально просто, потому что каких-то глубоких-глубоких нюансов мы затрагивать не будем, потому что все-таки у нас направленность для небиблиографов, для научных руководителей, учителей, авторов публикаций, которые сами к библиографии никакого отношения не имеют к библиотечному делу. С тем, чтобы научиться, ну и для всех остальных желающих, с тем, чтобы научиться самим понимать, не бояться и помогать своим коллегам, своим учащимся, студентам не бояться библиографических описаний и делать их максимально просто, быстро, но по правилам. И сегодня у нас первый вебинар из серии, посвященный данному ГОСТу, который пройдет у нас в октябре. В ноябре у нас будет серия, еще одна серия вебинаров, но уже по оформлению ссылок. Вот там мы поработаем с ГОСТом 2008 и займемся составлением и оформлением ссылок. Встречаться мы в эти два месяца будем каждую среду, такие библиографические среды у нас будут, и как будут проходить наши встречи. На самих вебинарах в эти два месяца мы будем с вами знакомиться с материалом, будут какие-то примеры, может быть, схемы, подсказки, рисунки, таблицы и прочее. Но вебинар – это только теория. Пришел, послушал, вроде бы знаю. Когда начинаем делать, оказывается, что превращаемся в Сократов. Я знаю, что я ничего не знаю. Мало знать, чтобы не стать вот таким героем хоррора и ужаса и падать в обморок от слова ГОСТ. Еще хорошо бы уметь это начать применять, а уж довести это до уровня, применяя на автомате, уровень навыка, ну это уже вообще высший пилотаж. Вот поэтому мы разделили две части. Октябрь-ноябрь – это вот такой теоретический материал. Я вам даю весь материал для того, чтобы можно было с ним поработать и можно было его посмотреть. А практические умения и, надеюсь, что и навыки мы уже будем отрабатывать в январе 2022 года. У нас запланирован курс по библиографии. И вот там мы уже будем работать на практике, отрабатывать весь вот этот материал, который в октябре-ноябре мы с вами посмотрим, послушаем, постараемся усвоить. И там у нас тоже запланированы вебинары-практикумы, но на них мы уже будем не сидеть и слушать теорию, а будем выполнять задания совместно, всей группой, поодиночке, по-разному будет идти, но работать с примерами. Разбирать домашние задания, что получилось, не получилось, ну и при необходимости, конечно, повторять то, что не совсем, может быть, усвоилось. Будут задания для самостоятельной работы обязательно и будут задания тестов. Тесты будут тоже практического характера. Вопросов на знание теории будут, конечно же, будут, но их будет минимум. Потому что основная наша задача – это не столько правильно назвать, написать или сказать ту или иную область или элемент, но, сказали бы, вместо области издания, производства, распространения – области выходных данных. Ну, большая ли от этого катастрофа произойдет? Основная задача все-таки научиться видеть библиографические описания, понимать их, увидеть ошибки, быстро их исправить, подсказать своим тем же ученикам, студентам, магистрам, коллегам, где ошибка, как ее поправить, как правильно оформить список источников, ну и, наконец, самим уметь правильно составлять эти библиографические описания и записи, когда мы работаем с источниками. Вот это все мы и будем уже тренировать на нашем курсе. Там будут и тесты тренажеры, и задания тренажеры, там, где можно, ну, относиться к этому нужно как к игре. Тогда все получится, и самое главное – избавиться вот от этого страха. И вот это вот все и поможет нам сократить не только количество ошибок в наших списках, но и затрачиваемые на их оформление и время, и силы, и нервы, и избавиться от лишних стрессов. Про, поэтому сейчас для себя тоже можно походить, посмотреть, определиться, если принимаете решение, welcome на следующем занятии. Я вам уже сейчас в стадии реорганизации находится лендинг. Как только он будет готов, я вам дам ссылку или рассылку даже сделаем, где можно уже сейчас записываться на январь, где мы это все на практике уже будем отрабатывать. И на курсе все презентации, которые в октябре-ноябре я вам буду показывать, они будут у вас в доступе, обязательно их даю, плюс еще дополнительные материалы. У вас будет раздаточный материал, раздаточная такая тетрадь, где выполняем задание самостоятельной работы, и она остается у вас. Будут шаблоны, будут различные образцы, даже такие вот подсказки, как работая с источником, откуда чего брать, и чего куда вставлять с подсказками тоже у нас будут. Ну и плюс различные еще текстовые материалы, подсказки, ГОСТ и навигатор. Сейчас стараюсь его сделать в электронном виде, чтобы можно было не по бумажке, а сразу находить нужные пункты, куда посмотреть. Вот примерно вот такой у нас план-график на ближайшее время. А сегодня мы начнем с вами самого главного и самого основного, без чего трудно идти дальше. Это знакомство со структурой библиографического описания и библиографической записи. И вот сегодня уже начнем избавляться от страха перед библиографическими описаниями. А, коллеги, самое главное забыла сказать. В анонсе у нас, по-моему, там написано про премиальные вебинары октября-ноября. Вот те встречи, которые у нас сейчас с вами пройдут, при условии приобретения, они дают льготу при оплате курса. Если вы покупаете все сертификаты за наши вот эти две серии вебинаров, октябрьские и ноябрьские, по библиографии и по ссылкам, то при записи и при оплате курса эта сумма у вас плюсуется вот к тем льготам и кто из стоимости, плюсуется к льготам, вычитается из стоимости. То есть курс у вас будет стоить еще дешевле. Вот теперь точно переходим к нашим трем вопросам. Вот вопрос, по которому мы сегодня пройдемся. Это библиографическая запись и библиографическое описание. Здесь немножко поговорим про заголовок, как отличительную особенность библиографической записи, одну из, но с которой мы чаще всего сталкиваемся. Знаки предписанной пунктуации, без них никуда. Вот это вот самый, наверное, больной вопрос, который вызывает очень много бурь негодования, особенно в социальных сетях мне начинают писать комментарии. Кто это придумал, коллеги, не знаю, кто придумал. Не я точно, но раз уж мы живем по этим законам, то надо с ними как-то научиться сосуществовать и хотя бы их понимать. Да, там ничего страшного на самом деле нет. Они страшны, когда мы их просто не знаем. Вот эти точки, тире, запятые, боже, как, чего, куда ставить. Я вам сегодня покажу, что на самом деле это не очень страшно. Страшно в начале, потом уже нет. И третий вопрос, самый большой, это области, элементы и структура библиографического описания. Будем говорить о библиографическом описании. Про запись мы чуть-чуть в начале сейчас с вами, в первом вопросе поговорим. И прям пройдемся по всем областям. Самые основные моменты, которые важны для небиблиографов. Не все из этого богатства мы, естественно, в своей повседневной практике будем использовать, но быть в курсе, что оно есть, и в случае, если столкнетесь, куда обратиться, у вас уже будет понимание. И первый вопрос – это библиографическая запись и библиографическое описание. Чем они отличаются друг от друга? Библиографическое описание – это основная часть библиографической записи. Это ее фундамент, это ее основа основ. Без библиографического описания библиографической записи не существует. Описание содержит все библиографические сведения о ресурсе, которые приводятся по особым правилам. И вот эти правила устанавливают определенный порядок следования структуру библиографического описания и касаются наполнения областей элементами. Что должно быть в каждой области. Можно сравнить, знаете, как панельный дом. Есть разные панельки, и из них мы собираем дом. Вот это то же самое, когда мы формируем библиографическую запись или библиографическое описание. Каждая панелька – это отдельная область. Там могут быть уже заранее встроены окошко, дверь, два окна, балкон, лепнина какая-то. И вот что там будет внутри этой панельки, мы либо берем из источника, либо мы можем определить сами, если, например, мы без лепнины можем обойтись. В принципе, она нам не нужна. Мы ее не обязательно сюда будем вешать. Это факультативные элементы. Украшательство убираем. И вот примерно такая вот метафора может быть. И предназначение библиографического описания – это идентификация и общая характеристика всего ресурса. То есть, умея прочитать библиографическое описание, мы можем получить вообще первую самую общую информацию об источнике, даже не открывая его, не читая и даже не беря в руки. И, соответственно, мы уже можем принимать решение, нужно ли нам более подробно знакомиться с этим источником, будем ли мы его использовать в своих работах, надо ли его заказывать и ждать в библиотеке. Ну, например, понять, это монография или это учебник. Мы спокойно можем из библиографического описания. Соответственно, учебники нам не нужны, нам нужны только монографии. Или вот это сборник трудов, а я ищу монографии. Значит, мне его и не надо. Но для этого надо уметь прочитать это библиографическое описание. И библиографическая запись – более широкое понятие. Помимо библиографического описания, она может включать в себя еще ряд элементов, ряд компонентов. Это обязательно будет заголовок, хотя не обязательно, они могут быть в разном сочетании, но чаще всего это заголовок, это различные индексы классификационные, УДК, ББК, это авторские знаки, там предметные рубрики, ключевые слова, могут быть аннотации, рефераты, шифры хранения очень часто пишутся, ну и различные сведения служебного характера. Ну вот пример такой библиографической записи, например, каталожные карточки. Вот здесь мы видим уже, вот они какие-то индексы пошли, причем вот оно вручную все в ручном каталоге исправлялось, дописывалось, служебная какая-то информация, помимо того, что нам надо, и авторский знак, и индексы, вот оно все здесь присутствует. Вот так это в ручном каталоге может выглядеть. В библиографическое запись, в электронном каталоге, например, вот из каталога РГБ. Вот тоже здесь идут какие-то шифры, видимо, хранения, какие-то служебные записи у нас здесь есть, и рубрики, и ключевые слова. Вот оно здесь, да, вот еще помимо этого, но не все из вот этого богатства. Вот она карточка в электронном каталоге отдельной книги. Не все из этого нам нужно. Нам нужно только вот эта верхняя часть библиографической записи, да, и описание. Вот ее мы берем. Вот, вот что мы берем из этого всего многообразия. Это еще не все, там еще ряд информации есть. А нам нужно только вот это. И может быть под заголовком библиографическая запись. Вот здесь у нас не было автора вначале, начиналось сразу заглавие книги, а вот здесь вот он у нас есть. И то, и другое тоже будет библиографической записи. Вот здесь уже сразу, видите, даже еще аннотация у нас добавилась. Вот это все примеры библиографической записи. Мы же имеем дело с более коротким вариантом и библиографической записи, и библиографического описания. И в своей повседневной небиблиографической деятельности мы чаще всего, оформляя списки источников для своих письменных работ, мы имеем дело с библиографическим описанием или библиографической записью, которая включает в себя заголовок. Вот поэтому немножко внимания уделим оформлению заголовка. Так, вопрос у нас был. Запись вебинара, да, обязательно будет. Ольга, в конце я дам еще раз ссылку на наш видеоканал, где ее можно будет найти. Запись обязательно будет, она уже ведется. Все записи в свободном доступе, так что любое время, сколько угодно раз можно будет пересматривать. И про заголовок. Вообще идея, вот эта заголовка, она родилась еще в Древней Греции, когда родилась идея, а не привязывать ли нам название произведений к авторам, так удобнее искать и легче их как-то собирать и хранить. Ну, вот так с тех пор и повелось. Действительно, произведения одного автора удобнее собирать под заголовком. Ну, так вот могут выглядеть заголовки. Но в качестве заголовка может выступать не только автор. Вообще все тонкости и варианты можно найти. Есть отдельный стандарт. ГОСТ 780-2000 библиографическая запись заголовок общие требования и правила составления. Сейчас я его попробую вам названием просто в чат скинуть. Если кому-то нужно будет, для себя, вот дополнительно выдержите. Наталья, про презентации сегодня нет. Я вначале объясняла, почему. Если что-то нужно, вот смотрим здесь. Для участников курса обязательно будет. И все нюансы по заголовкам, они есть вот в этом ГОСТе. Вчера один из коллег, коллега мой жаловался на эпический объем ГОСТов. Вот это один из самых маленьких ГОСТов там всего страничек 7-8, наверное, со всеми примерами и образцами. Он небольшой. Но там рассмотрены все вот нюансы. Но мы же будем рассматривать только самые частые случаи оформления заголовка, с которыми не библиографом нам и приходится встречаться. Что такое заголовок библиографической записи? Это ее элемент, который расположен перед библиографическим описанием и предназначен для упорядочения и поиска библиографической записи. Вот они выделены в рамочке перед заголовком. Заголовок – это само название документа или ресурса. И по видам заголовков. Есть несколько видов заголовков, с которыми мы сталкиваемся. По характеру сведений о документе или его составной части они могут быть вот таких видов. Но мы чаще всего сталкиваемся с тремя видами заголовков. Они жирным выделены. Это заголовок, содержащий имя лица, наименование организации и обозначение документов. Вот про них сейчас очень коротко просто посмотрим несколько примеров. Ну, в принципе, это вещи знакомые и известные практически каждому. Не всегда мы, правда, знали, что это заголовок, особый вид заголовка. Действует правило, если говорить о заголовке, содержащем имя лица. Действует правило, с которым мы тоже часто сталкиваемся, говоря о библиографических описаниях. Оно идет из этого ГОСТа. Правило авторского заголовка. Если в источнике один, два или три автора в заголовок выносится имя первого автора, все остальные потом указываются у нас в сведениях об ответственности. Вот они синеньким здесь выделены. Ну, а можно ли обойтись без них? Ну, конечно, можно, но авторам, наверное, будет обидно. Почему это Бутурины присвоили авторство книги, над которой работало вообще-то несколько человек? Да, вдруг. С чего бы вдруг? Ну, и, во-вторых, при учете цитирования из этой книги все лавры достанутся Бутурины, что тоже не совсем правильно. Хирш будет проседать у остальных соавторов. Поэтому в сведения об ответственности записываем всех. А вот если у книги четыре и более авторов, тогда заголовок мы не приводим. И это называется сделать библиографическое описание под заглавием. Сделать описание под заглавием книги. Начинаем с названия книги, а всех авторов приводим за косой чертой. Там тоже есть ограничения, сколько приводить, когда писать и дыре. И вот к этой области подойдем, мы это с вами увидим. Имя в заголовке приводят в той форме, которая получила наибольшую известность. Ну, больше это касается каких-то исторических деятелей. Ну, там Сократ, Аристотель, Иоанн Златоуст и так далее. Для современных авторов форма записи фамилия и потом инициалы. И в начале и дыре, в смысле, в начале и дыре, и дыре мы никогда в начале не писали в заголовок. Только автора по этому правилу. И дыре мы писали в сведениях об ответственности. Вот когда мы туда сейчас придем, я их вам туда покажу. Не путайте, мы говорим про библиографические описания. Когда мы оформляем ссылки, мы всех авторов указываем в заголовок. Это уже в ноябре. Вот этот нюанс. Пока туда не отвлекаемся. Пока вот здесь разбираться будем. И при необходимости в заголовок добавляют еще дополнительные идентифицирующие признаки. Что это за признаки? Это часто очень сталкивались. Дюма сын, дюма отец. И тот, и другой Александр, и тот, и другой написали книги. И поди же ты пойми, где кто. Если мы в заголовок это не напишем, мы можем не ту книгу найти. Вот эти все примерные, естественно, могут добавляться еще и другие идентифицирующие признаки. Но это наиболее часто употребляемые, с которыми мы можем встретиться. Например, вот такие. Их тоже записываем в круглых скобках после фамилии инициала. Еще один вид заголовка, с которым мы тоже часто достаточно сталкиваемся, особенно при оформлении дипломных работ, курсовых проектов, да может и диссертационных исследований. Это заголовок, содержащий наименование организации. В этом случае мы имеем дело со сложным заголовком. И часто используется один из таких видов заголовка, когда речь идет о законодательных каких-то актах, уставах, договорах международных. Состоит он из двух частей сначала. Вот видите, разделено точкой, как два предложения. Состоит он из названия страны и обозначения вида материала в унифицированной форме. Вот примерно вот так это может выглядеть. Это очень удобно, когда мы работаем с... очень много законодательных актов. Если, например... Можно делать, конечно, описание законодательного акта и под заглавием, да, без заголовка обойтись. Сразу название закона, потом через двоеточие пишем федеральный закон, и дальше уже пошли писать все остальные сведения. Но если мы формируем список для какой-то письменной работы, там, курсовой проект, дипломный проект, если еще у нас идет сравнение, например, законодательных актов или примеры приводят с разных стран, или там международные какие-то договоры и прочее, то, конечно, удобнее делать под заголовком. Написали Российская Федерация законы, и вот все законодательные акты. Написали там Венгерская Республика, все законодательные акты. Написали там Франция, да, все законодательные акты. А внутри уже выстраивать по алфавиту. Это очень удобно и для самого человека ориентироваться, да, и для научного руководителя, рецензентов, членов аттестационной комиссии. Открыл работу и сразу увидел, ага, с какими законами он работал, вообще у него про международные там сравнения законодательных актов там США, ЕС, Россия, а законы только Российской Федерации. Сразу уже вопрос, да, легче, быстрее это все увидеть. Поэтому для удобства такого вот сбора, сборки, заголовок можно применять, и это очень хорошо и очень удобно. И, наконец, еще один вид заголовка, с которым мы тоже сталкиваемся, иногда бывает и в наших работах, и в статьях, это заголовок, содержащий обозначение документа. Если мы имеем дело с нормативными документами, какие-то технико-экономические нормы, там нормативы, патенты, вот тогда тоже делается описание, желательно, да, и по новому ГОСТу это так сказано, лучше делать под заголовком. И тогда название вот это ГОСТ R7, там 0, 100, 2018, СИБИТ, это вот такой сложный заголовок, он выносится сюда. А дальше пошло название этого документа. Более подробно со всеми этими видами заголовков мы уже будем на курсе знакомиться и разбирать на примерах, и на практике тоже попробуем отработать их формулирование. Прямо вот в первой теме у нас к этому вопросу будет и тренажер, и будут задания. Вот в январе с этим как раз и поработаем. И это вот самое основное, что нам нужно знать про заголовок, в каких случаях его рекомендуется включать, с авторами это прямо вот уже обязательно. И переходим, разобравшись с заголовком, переходим к знакам пунктуации, которые приняты в библиографических описаниях и библиографической записи. Так, вижу у нас вопрос страшный. Слышала, что к концу года выйдет новый ГОСТ. Правда или миф? Найда Экперова. Проект ГОСТа 2021, он касается оформления ссылок на электронные документы сетевого распространения. Там страшно звучит формулировка распространяемые в телекоммуникационных сетях и что-то там вот такое большое. Проще говоря, нашим простым языком, на электронный документ сетевого распространения. И он будет касаться только ссылок. Про него у нас мы проект рассматривали. Вот на прошлом вебинаре в середине сентября, где-то 22-го, что ли, сентября у нас, да, по-моему, 22-го сентября был вебинар. Мы про этот проект говорили. Это не ГОСТ взамен 2018. Мы еще этот не успели принять и освоить. Куда еще один? А так, да, есть этот проект. Вы можете посмотреть по записи вебинара. Мы по нему как раз проходили, разбирали, что он там нам готовит. Но пока он еще только в проекте. На сайте, кстати, можно будет посмотреть. Я на прошлом вебинаре вам давала эту ссылку на сайт, где этот проект выложен. Можно с ним познакомиться. Не пугайтесь, выйдет новый ГОСТ. Разберем, освоим и не будем бояться. Если мы будем знать этот ГОСТ, вот с тем тогда легче будет справиться. Потому что ГОСТы по ссылкам в основе, они во многом опираются еще и на ГОСТ, вот этот по библиографическим описаниям. По знакам предписанной пунктуации. Вот еще один из камней преткновения. Как разобраться, что, чего, какие знаки. Пунктуация в библиографическом описании, она многофункциональна. Во-первых, используются обычные грамматические знаки, пунктуация русского языка. И во-вторых, это знаки предписанной пунктуации. Или, как мои студенты называли, библиографические знаки. Знаки предписанной пунктуации, они носят такой опознавательный характер, отделяют области и элементы друг от друга. И позволяют нам определить, где какая область, где какой элемент. Соответственно, правильно прочитать библиографическое описание. И если нужно, найти в ГОСТе, например, подсказки или какие-то правила, примеры, если мы забыли, для нужной области. И это позволяет, кстати, опознавать отдельные элементы и целые области в описаниях на разных языках. Мы можем не знать языка, но если у нас есть библиографическое описание, и мы ориентируемся в знаках предписанной пунктуации, то мы даже можем понять, нужен ли нам этот источник, надо ли нам его скачать и перевести промтом нам в помощь, или гугл-переводчикам. Употребление вот этих знаков, выполняющих библиографическую функцию, оно не связано с нормами языка. В качестве знаков предписанной пунктуации используются наши знаки припинания и математические знаки. И так как их легко перепутать с библиографическими, где там что, то приняли такое правило, что знаки предписанной пунктуации в библиографическом описании выделяются пробелами с двух сторон. Вот это не все знаки, но это те, с которыми мы чаще всего сталкиваемся. И причем даже последние два реже у нас возникают, вот где-то до квадратных скобок, вот это то, с чем мы чаще всего и работаем. Ну посмотрите, разве их много? Неа. Не очень. И даже вот этот у нас не часто возникает. Чаще всего вот эти вот знаки, вот косые черточки, скобки у нас бывают. И вот пояснение я вам сюда тоже написала, в табличку у нас есть, что вот точка тире и скобки и даже две косые черточки, они все считаются как один знак. Пишутся две косые черточки, ставятся две скобки, пишется точка тире, но считаются они как один знак. Здесь есть свои правила, есть исключения, конечно, из правил. А остальные все пробелы с двух сторон отделяются. Поэтому, когда спрашивают, а почему перед вытучием стоит пробел? А потому что это знак библиографический, а не пунктуация, не русского языка знак. Он носит другое. Да, совершенно верно, Галина. Один знак, но пробел ставится, отделяется пробелами тире. Сейчас мы к этому тоже с вами и подойдем. Вот так это у нас будет выглядеть. Знаки предписанной пунктуации отделяются пробелами с двух сторон. Вот я вам перед библиографической, ну, еще вот инициалы ставятся пробел, и пробел ставится перед первой областью, перед заглавием. Здесь никакого знака точка тире не ставится, но чтобы его отделить от заголовка, ставят пробел. И вот видите, двоеточие отделено пробелами. Касая черточка отделена пробелами. И вот она, точка тире. Вот, Галина, то, что вы спрашивали, точка у нас привязана, приклеена к предыдущему слову, приклеивается она вот так, а тире отделяется пробелами. Здесь только тире отделяется пробелами. Я буду вам такую подсказку сюда написать. В конце обязательно точку ставим, вот это не забываем. Как в конце предложения поставить точку, так же здесь в конце библиографического описания большого предложения мы ставим точку. Но есть еще вот несколько моментов, с которыми мы можем столкнуться. Если грамматические и предписанные знаки сочетаются, то в библиографическом описании приводят оба знака, если они различные, да, и это не точки. Чаще всего мы с этим встречаемся в области заглавия. Вот как у нас в примере. Прямо на титульном листе стоит знак вопроса в названии. Ставить или не ставить? Обязательно ставить. Вот мы его поставили с чистой совестью. Он здесь есть. Это грамматический знак. Вот мы его сюда поставили без всяких пробелов. А потом у нас идет библиографический знак. Значит, мы делаем пробел, ставим нужный библиографический знак и дальше пошли делать описание. Все, что стоит на титульном листе в заголовке, да, вот все мы переносим в заглавие. Все мы переносим в заглавие. Если же элемент оканчивается многоточием или у нас идет сокращение слова и в конце ставим точку, да, и дыре, изд, перераб, доп, а следом, следующий знак должен быть тоже точкой или точкой тире, да, то две точки мы не ставим. Они сливаются в одну. А, вот еще давайте посмотрим. Вот такой еще пример у нас. Грамматические и предписанные пунктуации знаки. Вот здесь мы, смотрите, двоеточие отделили пробелами, а вот здесь нет. Иногда спрашивают, а почему? А потому что в заглавии у нас вот так написано. Вот автор так написал. Это одно заглавие, это одно название. Поэтому здесь у нас, как по правилам русского языка, все мы правильно пишем, знак вопроса, да, мы его ставим. А потом у нас начинается следующий элемент. Должен найти библиографический знак. И вот мы его указываем. Сейчас до этого дойдем. Это уже, во-первых, любовь, во-первых, ставим в самом конце, во-вторых, для небиблиографов, для списков источников не всегда нам это нужно указывать. Точка тире после многоточия или сокращения слова. Вот я вам примеры здесь привела. Они соединяются, сливаются в экстазе в одну точку. Две точки мы не ставим. Вот так мы не пишем. Если у нас идет сокращение, они сливаются в одну точку. И мы ставим одну точку, и дальше пробел. Пробел, знак тире, пробел, и пошла другая область. Вот так мы не пишем. Они сливаются. То же самое с многоточиями. Закончилось нам многоточие. Например, в какой-то области, мы там сократили элементы, нужно поставить точку. Мы ее не ставим, ставим знак тире, и пошло дальше. Еще исключения. Из знаков пред... текста, плюс, видео. Да, с пробелами. Если плюс, то если он у вас идет как библиографический знак, то да, то тогда пробелы стоят. Исключение. Точка и запятая приклеены к предыдущему слову. Даже если это библиографический знак, мы их не отдираем вот отсюда, не отделяем. Точка тире, один знак, и пробелами мы выделяем только тире. Но читается и воспринимается как один знак. Это знак, который отделяет большие области, большие панели нашего дома друг от друга. А вот все остальные знаки внутри, между двумя точками тире, это одна область, это одна панелька. В ней могут быть разные элементы. И скобки. Скобки считаются за один знак, естественно, круглый и квадратный. И, соответственно, пробел ставится перед открывающей и после закрывающей скобки. Если соседние элементы в одной области нужно заключить в квадратные скобки, то мы делаем для нескольких элементов одну квадратную скобку. Одна закрывающая, одна открывающая. Вот как в нашем верхнем примере. Они все относятся, вот здесь несколько сведений, относящихся к заглавию. Вот оно раз, вот оно два. Мы его сформулировали сами, взяли не из предписанного источника, нам надо их включить в квадратные скобки. Мы не ставим вот здесь скобку, а мы делаем одну на несколько элементов. Но если у нас, они внутри точки тире, да, точки тире еще у нас здесь не было. Это первая область идет. А вот здесь два элемента, мы их должны взять в квадратные скобки, потому что мы их сформулировали на основе анализа документа сами, например, и они относятся к разным областям. Видите, их разделяет точка тире. Значит, мы сюда свои скобки ставим, а сюда свои скобки ставим. Их уже не объединяем. Балкон и дверь с разных сторон дома мы в одно целое объединить их, соединить их не можем. А вот здесь можем. Они на одной панельке находятся, а здесь они на разных, поэтому ставим разные скобки. И пропуск элементов и областей. Можно ли пропускать часть элементов? Если каких-то областей или элементов нет в источнике, то, естественно, их не будет и в библиографическом описании. Ну и если нет первое издание книги, нет переиздания, соответственно, у нас области издания просто не будет. Поэтому мы их опускаем вместе с предшествующим знаком припинания. Вот здесь знаки припинания тоже, они ставятся не в конце, а в начале. То есть знак припинания и потом идет область элемент. Вот они вот так связаны. Следующий знак предписанной пунктуации, он относится уже к следующему элементу. И вот если у нас нет, например, области издания, то мы предыдущий знак и область издания просто не указываем. Ее у нас не будет. А вот если у нас нужно пропустить часть элемента, например, то тогда используется многоточие. Ну, например, это в заглавиях часто бывает. Если очень-очень большое заглавие, то тогда, да, тогда мы можем заменить часть заглавия без искажения смысла вот таким многоточием, как у нас внизу в примере приведено. Многоточие в этом случае, это тоже библиографический знак, он отделяется тоже пробелами с двух сторон. Ну, вот в пункте 4.9.3 прямо так записано, если объект описания имеет чрезмерно длинное заглавие, допускается применять такой способ сокращения, как пропуск отдельных слов, фраз, если это не приводит к искажению смысла. Вот это мы и делаем. Елена, да, можно, можно. Издание можно сокращать. Все в пункте 4.9 как раз в ГОСТе по поводу сокращений приводится сведение, что можно сокращать, что представлять в полной форме. Все данные в библиографическом описании могут быть представлены в полной форме. То есть если мы сами принимаем решение, что слово издание мы не сокращаем, мы можем написать его в полной форме, и мы не будем мучиться тогда вот с этими точками, тире, да, но это правило должно действовать на весь массив описания, которое включается в наш список источников. Не должно быть такого, что в одном случае мы написали изд, а в другом случае мы написали издание. И все это в одном списке. Вот этого быть не должно. При необходимости можно применять сокращение слов и сочетаний, пропуск части элементов, объединение различных записей и разные другие приемы сокращения. Сокращение слов и словосочетаний должно соответствовать тоже двум ГОСТам. Есть два ГОСТа. Правило ГОСТ по сокращению слов русского языка и слов на иностранных языках. Поэтому прежде чем что-то сократить, надо хорошо туда посмотреть. Потому что иногда встречается, что стереотипные издания по ГОСТу стер, а сокращают стереот, стереотип, стерео... В общем, по-разному. Всякое бывает. Самое главное условие сокращения это однозначность и понимание, однозначность расшифровки сокращенного слова. И не нужно сокращать слова в тех случаях, если это может исказить смысл восприятия текста и затруднить его восприятие и понимание. Сокращения могут применяться во всех областях библиографического описания, кроме вида содержания средства доступа. Не сокращаются слова, словосочетания в любых заглавиях, которые приводятся в любых областях, в разных областях описания. Это может быть и заглавие, это может быть заглавие серии, это может быть заглавие названия идентифицирующего ресурса. Вот там мы не сокращаем. И при составлении библиографических описаний для государственной библиографии, для банков данных, баз данных, электронных каталогов, национальных библиотек, не сокращаются сведения, относящиеся к заглавию, ответственности и обозначающие тематические названия издателя. Но так как примеры в ГОСТе приведены как раз с учетом этого правила и приводятся в полной форме, то взят вот такой вот курс на минимизацию сокращений и все вот эти сокращения в области, в сведениях, относящихся к заглавию, в сведениях об ответственности стараются сейчас тоже не сокращать, а посчитать полностью. Хотя, в принципе, это может быть даже и хорошо, потому что студенты говорят, что так легче. Не надо лишний раз ломать голову, как там правильно сократить сбор, сборник международный, как междунар, межнар, междун. Междун у меня сокращали. Да, был междун. Международная конференция. А написал словами. Да, больше букв, но зато меньше проблем. Поэтому здесь, как бы вы можете допускать сокращения, мы будем стараться писать полностью. Но вот в области издания можно сокращать и можно, и в примерах самого ГОСТа, кстати, в этой области приводятся примеры с сокращением. Издание, изд, перераб, доп, стер и так далее. Поэтому вот в этой области можно сократить совершенно спокойно. А вот в области сведений, относящихся к заглавию, лучше все-таки написать целиком и полностью. И со знаками пунктуации тоже мы с вами посмотрели. Роза Турдукеева, указыватель из квадратной скобки, текст. Роза, смотрите, если вы из Российской Федерации и про ГОСТ-2018 по нему живем и дышим, то нет. У нас 9-я область. Вот туда все это перемещается. Теперь вместо текста у нас пишем средства, видосодержания, средства доступа. Если же вы еще живете по ГОСТу-2003, а это страны ближайшего зарубежья и может быть дальнего зарубежья, кто использует этот ГОСТ, он носит межгосударственный характер. Новый ГОСТ национальный, а тот межгосударственный. Поэтому да, там указываем вот ровно так же. Там осталось все по-старому. Там вот этого новшества, новой области там нет. Если из стран ближайшего зарубежья, то у вас ГОСТ-2003 и там да, там текст или электронный ресурс, как было, так живем по старому ГОСТу. Город издания нет. Сейчас мы с вами до этого дойдем. Под редакцией да, с маленькой буквы. Значит, смотрите, сейчас мы с вами переходим уже к третьему вопросу нашей области элемента описания и структура описания. Да, коллеги сразу предупреждаю, так как это вебинары у нас идут с привязкой к, такие премиальные вебинары, к курсу, то они будут немножко чуть побольше, чем час. Поэтому сразу заранее предупреждаю, чтобы вы не переживали. Запись будет, если кому-то нужно на занятие, не вопрос, потом записи можно будет пересмотреть. Область библиографического описания. Вот теперь мы будем говорить про библиографические описания. Это большие блоки, из которых строится наш дом. Но каждый блок состоит из одной или нескольких деталей. Это наполнение, это элемент библиографического описания. И знаки предписанной пунктуации, это такой раствор, который эти области, элементы между собой скрепляет. Но для элементов и областей нужен разный раствор по силе. Поэтому для областей используется посильнее, точка тире, она отделяет, вот эти блоки скрепляет между собой, отделяет их друг от друга. И по нему можно узнать, сколько областей есть в описании. Плюс один. Первая область у нас идет без предшествующего знака, область заглавия и сведения, относящихся к ответственности. Какие области есть, согласно новому ГОСТу, в библиографическом описании должны быть у нас? Всего их девять. Порядок следований их строго установлен. И менять их местами нельзя. Соответственно, элементы, относящиеся к разным областям, мы тоже поменять местами не можем. Ну, так же, как в иностранном языке, например, четко закреплено в английском языке порядок следования, подлежащие сказуемые и прочее. Попробуйте поменять существительное глагол, попробуйте поменять местами. Тут же скажут, ошибка, неправильно, так нельзя, звучит коряво. Здесь то же самое. Есть определенный порядок, и мы идем строго по нему. И в каждой области есть свой набор элементов. Они делятся на обязательные, условно обязательные и факультативные. Раньше было два набора, теперь у нас появилось три. Но это даже стало лучше. Полные в соответствии с этим и различаются разные виды библиографических описаний по признаку полноты. Самые полные – это полные. Включают в себя все элементы. Обязательные, условно обязательные, факультативные. И в основном они применяются в утешении нам, не библиографом. Они применяются для государственных национальных библиотек, для государственных баз данных, для национальной библиографии. И с ними мы встречаемся, когда обращаемся к каталогам, в том числе и к электронным каталогам. Вот если в РГБ залезем, там много-много разных данных приведено. Не все из этого богатства нам нужно брать в своей списке. Расширенные. Чаще всего мы имеем дело с расширенными и краткими описаниями. Расширенные – это обязательные элементы. И плюс условно обязательные вносятся иногда, когда необходимы они для идентификации ресурсов. Но есть исключения. Например, номер ДОИ, который относится к международным стандартам, он условно обязательный. СБН обязательный, а ДОИ пока еще условно обязательный. Но его рекомендуется настоятельно включать в описание, потому что этот номер привязан к тексту самой статьи или ресурса. И что бы ни случилось с сервером, сервисом, ну, сервером, наверное, да, это уже сложнее, а вот с сервисом, на котором расположен этот ресурс, поменялся адрес, где он находится. И вот мы часто сталкиваемся. Открываем ссылку, а она бита. А мы не можем уже найти текст, на который ссылались. А по номеру ДОИ, куда бы он ни переехал, он привязан к тексту, и этот номер переезжает вместе с этим текстом. Мы всегда по этому номеру его можем найти. Поэтому есть элементы, которые относятся к условно-обязательным, но их рекомендуется включать в описание в качестве обязательных. И краткие описания, они содержат только обязательные элементы. И вот для оформления пристательной библиографии в научных изданиях, которые используют требования составления списков по ГОС-2018, а такие попадаются, такие есть, поэтому читайте внимательно условия. В дипломных, в курсовых, иных видах письменных работ, студентов, магистров, часто используется вариант расширенного описания, когда добавляются условно-обязательные элементы. И чаще всего краткие описания. Вот эти вот два... Сейчас покажем. Татьяна Нинахов, дойдем. Вот эти вот два вида описания мы чаще всего и применяем. Поэтому про полные мы просто посмотрим в качестве примеров, но с ними их использовать не будем, потому что мы с ними дело, как правило, не имеем. В любом случае, даже когда набор элементов определяется нами, а мы имеем такую возможность, составляя методические рекомендации, например, для наших обучающихся, для одного массива он должен быть одинаков. То есть если вы приняли решение, что если есть номер ДУИ, то мы его обязательно указываем, то это должно быть отражено в методичке. Он уже у нас должен быть прописан что-то. Если у статьи нет номера, конечно, мы его придумать не можем. Но если есть, мы его обязаны указать. Чаще всего это вот краткие и немножко расширенные описания. Но есть и случаи суперкраткого описания. Например, для школьников или когда только начинаем обучать и вводить в требования наших письменных работ, там рефератов и прочего, требования оформлять список по ГОСТ, даже некоторые обязательные элементы и даже некоторые целые области могут быть опущены. Это не совсем может быть правильно, не совсем по ГОСТу, но это имеет смысл сделать, чтобы сначала научиться соблюдать основную структуру, основные правила, а потом постепенно добавлять уже другие области, элементы, вводя их по одному. Новые лучше ложиться на усвоенные и хорошо знакомые старые. И если мы научились писать, что сначала автор, заглавие, место издания, издательство, год, количество страниц, и это у нас уже идет на автомате, ну, замечательно, следующий элемент мы можем, например, для старших классиков ввести, а теперь номер ИСБН. Добавили еще одну область. Окей, вот теперь мы пишем номер ИСБН. Уже не так страшно, потому что остальное мы уже знаем, не задумывая, сделаем правильно. Поэтому, если речь идет о таком вот первом-первом введении требований оформления по ГОСТу, это еще школьники, там, старшеклассники, колледж, пожалуйста, сразу их не перегружайте. Правил в ГОСТе, как риса в Китае. Ну, нам надо, чтобы рисинка была к рисинке, а не рисовая каша в голове. Поэтому сразу все на них вываливать не надо. Были случаи ужасные, когда требовали оформления полное описание, сделайте от учащихся. Да не надо этого делать. Мы же, наоборот, со страхом боремся, а не его не нагнетаем, чтобы вот этого хоррора у нас не было. Ну и примеры. Да, и элементы. Элементы могут быть различные. Вот элементы. Я вам прямо сделала такую штуку, и кто на курс придет, у вас вот такая вот прям будет оформленная подсказочка и еще в виде раздатки тоже. Можно посмотреть, есть табличка в самом ГОСТе. Ну, сделали еще и отдельно вот такую вот вещь. Вынесли отдельно области описания и отдельно элементы. По цветам они разделены, ну и, соответственно, соответствующие им элементы тоже разделены по цветам. Вот все обязательные элементы, которые у нас должны быть в описании, если они есть, конечно, в источнике, условно обязательные. Но обратите внимание, что для электронных, примечания для электронных ресурсов, вот оно здесь, они относятся к обязательным. Примечания для электронных ресурсов, они являются обязательным элементом. Мы его обязательно должны указывать. Какой? Чуть попозже я вам покажу. Условно обязательные элементы и факультативные. Вот факультативные, все, что здесь, это с чистой совестью, вы можете спокойно опускать. И вот смотрите, вот они, характеристика содержания, движение, размерность сенсорного спрета и прочее, прочее, прочее. Последующие характеристики содержания это все относится к факультативным элементам. Их мы можем опускать. А вот средства доступа и тоже относятся у нас к условно обязательным элементам. Вид содержания и средства доступа не к обязательным, а к условно обязательным элементам. Поэтому, когда спрашивали, а надо или не надо приводить, коллеги, а решайте сами. Если вы пишете методические рекомендации, например, для своих студентов, вы можете этот элемент опустить. Единственное, что для массива, это правило действует и для остальных массивов списков. Если у нас основной массив составляют, например, печатные источники, то текст непосредственный, обычный текст, мы вот это можем опустить. Но если у нас из 50 источников, например, 40, печатные, а 10 – это электронные ресурсы, правило меньшинства, вот для меньшинства мы указываем текст электронный, что это электронный ресурс. Но надо же их как-то поддержать. Для меньшинства указываем, для большинства массива текста это можно опускать. Он условно обязательный, а не обязательный. Факультативный сразу можно. Для студентов, например, убирать из примеров описания. И вот примеры полного, расширенного и краткого описания. Вот у нас полное описание с портретами, сантиметрами, текстами и прочим-прочим, из библиографии в подстрочных примечаниях со всеми-со всеми регалиями. Убираем. Факультативное оставляем только расширенное описание. Вот оно у нас какое. И вот из него делаем краткое описание. Вот оно у нас получается. Только обязательные элементы. Посмотрите, краткая форма описания как раз то, что, например, для учащихся самое оно. Вот то, с чего стоит начинать. Знать мы должны видеть, уметь увидеть, расширенное, полное и даже полное описание увидеть. Но вот так в свой список работ вставлять не надо. Сокращаем, убираем, оставляем только самое нужное. Поэтому, когда копируем что-то из каталогов электронных, ЭБС, пожалуйста, убирайте лишние элементы. Иначе у вас получается прям вот слишком уж на уровне каталогизаторов. Описание это нам не нужно. Ну и когда по источникам составляем описание сами, то, конечно, вот краткая форма, это самое оно для обучения, для учащихся, особенно для школьников и колледжа, этого вполне достаточно. По структуре схема следования расположения областей в библиографическом описании. Вот для удобства я тоже вам его цветами выделила, и вот оно отделяется точкой тире. Вот они все области. Как они должны следовать? Не факт, что они все будут в нашем источнике. Скорее всего, их не будет. А теперь пройдемся по нашим этим областям. Область заглавия, сведения об ответственности. Вначале я их буду выделять еще, библиографические знаки, чтобы начинали привыкать пробелами, обозначая пробелы. В дальнейшем они будут уже идти без вот этих желтых подсказок, уже сами по себе. ИСБН указывается. Анна, смотрите, можете, если у вас нет каких-то спущенных сверху требований, где написано СБН, если это школьники, опять же, какого там, 10-11 класса, ну, они могут с книжки, например, СБН списать. А если это там пятые, шестые классы, то можно пока и только-только начинают знакомиться, еще не привыкли к этим описаниям, то можно и убрать. Это как раз случай сверхкороткого описания. Главное, чтобы они внутри все остальное правильно выстраивали. Сведения, относящиеся к заглавию, значит, смотрите, я вам привожу такую подсказку-схему, да, вот эта вот общая схема вообще всех областей, и нужная область, она будет вот так вот выделяться цветом, выделяться шерифтом, жирным я выделяю то, что относится к обязательным элементам. Сведения, относящиеся к заглавию, относятся к условно обязательным, но в некоторых случаях их имеет смысл указывать. Особенно, если мы говорим о списках источников к письменным работам студентов. Вот смотрите, ну, во-первых, если есть, лучше указать. Например, вы можете указать в требованиях, что жанр книги, да, вот вид, жанр, сюда записывать. Например, есть деловая коммуникация в профессиональной сфере, книга может называться одинаково, авторы могут быть одни и те же, ну, вот так случилось, да, но одна книга – это учебное пособие, а вторая – монография. Ну, а, соответственно, если мы не напишем, во-первых, мы можем найти не совсем то, что нам надо, во-вторых, в списке источников, когда вы даже просматриваете, вы уже видите степень проработанности тематики самим защищающимся, дипломником. Если у него из 50 книг 45 учебные пособия, ну, вопрос, да. А если у него 45 монографий, ну, это должно где-то отражаться. Вот для этого и есть сведения, относящиеся к заглавию. Они поясняют основное заглавие, что это такое. Вот мы увидели название книги, мы не можем понять вот это вот, это деловая коммуникация в профессиональной сфере. Это что? Это хрестоматия, это монография, это учебное пособие, это сборник статей, что это такое. Нужно пояснить. Вот в этом случае, да, мы этот элемент добавляем, поэтому лучше всего его указывать, да, вот в таком виде. Правовой статус организации. Вот как здесь указано, это полные сведения об ответственности, их можно, смотрите, вот. Основное заглавие, первые сведения об ответственности, это обязательные элементы. Вот они выделены. Все остальное указание на издающую организацию, да, у нас относится к условно обязательным. Вторые сведения об ответственности можно опускать. Но если уж вы их приводите, то да, Марина, совершенно верно, все регалии, все статусы, все, что написано, вот как написано у нас на заголовочных данных, вот это все мы приводим. Министерство науки, высшего образования, образовательные учреждения, высшего образования. Если было в источнике сокращение, тогда можно привести сокращение, если оно общепринятое, там, ФГБУ, ну, понятное, да, можно приводить эту аббревиатуру. Но если какие-то непонятные аббревиатуры, тогда их нужно будет расшифровывать. Как в источнике, так сюда и приводим. Но вот это мы можем сократить. Вот это, наверное, самая большая область заглавия и сведения, относящихся к ответственности. Что выносится еще в сведения, относящиеся к заглавию? Вот по новому ГОСТу туда выносится второе, другое заглавие. Например, наоборот, титул преимущества. По источникам предписанной информации, откуда брать информацию, титул. Сначала смотрим титул, потом оборот титульного листа. Если на титуле приведено вот так, значит, записываем вот так. А если наобороте сокращено, вы это можете в примечаниях просто указать, если это нужно. Вот прям совсем-совсем по правилам, что наобороте титульного листа приведено ФГБУ там и что-то такое. А так сначала берем с титульного листа. Другое заглавие. Если книга называется, например, вот так, не связанная с основным заглавием, имеется в книге, тогда оно приводится в сведения, относящиеся к заглавию. Раньше писали через точку, сейчас выносится вот сюда. Вот тогда это становится обязательным элементом. Вот тогда это обязательно здесь указывать. Например, у нас идет книжка тайм-менеджмент, полный курс. Не связаны грамматически между собой, поэтому его выносят вот сюда. Или времена года, четыре настроения, сто рецептов на удачу, как обрести счастье в жизни. Вот такие заголовки, второе заглавие выносится в сведения, относящиеся к заглавию. И обратите внимание, элементы внутри области начинаются с маленьких букв. Но если у нас это как бы кусочек заглавия, то он после двоеточия пишется с большой буквы. И мы сразу знаем, что если с большой буквы, значит, это было в заглавии. Это второе заглавие. Да, другое заглавие книги. Лучше всего писать без сокращений. Не сокращайте одно слово в сведениях об ответствии, в сведениях, относящихся к заглавии, не сокращается никогда. Учебник не сокращаем, монография не сокращаем. Пишем полностью. И что касается нормативных ресурсов. Добавлены элементы, которые раньше находились у нас в другой области. Далеко-далеко. Это дата введения для стандартов, обозначение, и вместо какого документа введен или принят. Вот это все теперь указывается в сведениях, относящихся к заглавию. И пишется через двоеточие. Например, я вам привела. В нормативных, в законодательных актах делается именно вот так. И федеральные тоже пишем с большой буквы. Там вам всегда пишется с большой буквы, поэтому здесь маленькую букву мы не делаем. Все остальное, вот учебное пособие, учебник, там монография, оно пишется с маленькой буквы. Но и остальные слова тоже. Вот такое вот новшество теперь принято. Это мы все вносим сюда. Да, Ирина, да, они уравнены, оборот и титул, но сначала смотрим на титульный лист, потом берем сведения с оборота. Поэтому если есть разногласия, лучше написать так, как есть на титульном листе, а есть расхождение в написаниях, например, год на титульном листе один, на обороте титульного листа другой. Тогда можно в примечаниях, например, указать к области заглавия или к области сведения, относящихся к заглавию, место издания, указать, что на обороте титульного листа вот такой-то год. В примечаниях это можно нести. С титульного листа совпадают романами скобок. А, смотрите по титулу. Сейчас мы к этому тоже подойдем про скобки. Про нормативные и законодательные ресурсы. Вот вам пример, кстати. Помните, мы говорили про заголовки? Можно делать под заглавием, можно делать под заголовком. Вот разница, они будут выглядеть вот так. Все остальное у нас идет одинаково. Текстный, посредственный, условно-обязательный элемент, но здесь мы его для примера все-таки будем пока дописывать. Но, в принципе, мы можем от него и отказаться. И общее обозначение материала. Вот тот самый текст в квадратных скобках, которое шло после сведения относившихся к заглавию, мы ставили. Теперь оно переехало в девятую область вида содержания и средства доступа. Теперь вместо вот этого мы используем вот это. Вот пример, как теперь мы пишем. Вместо текста вот здесь мы пишем текст непосредственный в самом конце. И до этой области дойдем, там я вам тоже это покажу. И область, следующий элемент, сведения об ответственности. Пишем их за косой чертой. Вот сейчас произошло в новом госте отмена правила трех. В сведениях об ответственности. Сведения указываются обо всех лицах и организациях, указанных в источнике. Особенно для авторов первой и основной категории создателей произведений. Вообще первые сведения об ответственности, они являются обязательными. То есть то, что после косой черты мы указываем про авторов, вот это вот является обязательным. Допускается сокращение количества приводимых сведений, и мы можем сами принять об этом решение. То есть сколько мы их будем указывать. В этом случае, если мы сокращаем, в сведениях об ответственности указываются имена одного, двух, трех или четырех авторов. При наличии информации о пяти и более авторов указываются имена первых трех и в квадратных скобках пишется сокращение ИДР. Вот оно где ИДР у нас появляется. И то же самое с организациями. Если у нас есть информация о трех и более организациях, то приводят на именование первой и в квадратных скобках также пишется ИДР. При подсчете про регалии спрашивали, за единицу принимают организацию со всеми ее структурными подразделениями, вышестоящими организациями и прочими, прочими, прочими. При наличии информации о других лицах, кроме авторов, которые выполняли одну и ту же функцию, например, редакторы, то можно сокращать, писать имя первого и ставить в скобочках квадратных, потому что мы это сами формулировали, ставятся теперь и ДР, и другие. Но опять же, вот про, Марин, про программу, прошу прощения, ни отчества не вижу, про программу Марк пока сказать не могу. Но вы вопрос во вкладку «Вопросы» напишите, вопрос уточним. У нас библиография для небиблиографов, мы, наоборот, идем по пути сокращения. Но если вопрос возникает, Марина, попрошу вас во вкладку «Вопросы», чтобы он не потерялся, просто напишите, пожалуйста, более поподробнее, в чем там проблема. И постараемся помочь. Вот это мы указываем «Сведения об ответственности». Вопрос иногда возникает, а есть ли у меня один автор в заголовке, я его написал, там Мельников, например, у нас книга «Только Мельникова», и вот я в заголовке написал «Мельников АВ», название т.т.т., а потом я что, в «Сведениях об ответственности» опять должен писать, только поменяв инициалы местами, здесь инверсии происходят. АВ Мельников, никаких других у меня нет, это книга одного автора. Нужно ли это писать? Так вот, в ГОСТе есть такое допущение, что если сведения об авторе, указанные в заголовке и на титульном листе, они не различаются, не отличаются одно и то же. Вот на титульном листе написано было «Мельников АВ» или «А вы Мельников», там мы его в заголовок так и написали, то вот это мы можем опустить. Вот эти даже первые сведения мы можем опустить, хотя они обязательны, но они повторяются, они уже приведены в заголовки. А вот если у нас, например, на титульном листе было написано «Александр Мельников», а мы потом установили, что это «Мельников АВ», то мы в заголовке пишем как положено «Мельников АВ», а вот здесь в сведениях об ответственности мы можем написать так, как указано было на обложке на титульном листе «Александр Мельников» или «Мельников Александр». Вот это вот, да, если различается от общепринятой формы и отличается написание на титуле, тогда его можно привести в сведения об ответственности. Если нет, то если речь идет про одного автора, то его можно и эти сведения опускать, не указывать. Тогда у нас вообще иногда целый элемент может уйти. Зачем дублировать то, что уже было? А вот если он не один, если у него есть хотя бы один соавтор, вот тогда мы должны его и соавтора здесь указать в сведениях об ответственности. Иначе соавтору будет, честно говоря, обидно, если мы про него забудем. И вот, как указывать сведения об ответственности, еще одна напоминалка. Если авторов 5 и более, указываем первых трех и пишем ИДРЭ. Если организации, и мы приняли решение, что вторые сведения мы приводим, то да, приводим вот так вот, благотворительный фонд 1, да, и другие. Вот эти сведения для, можно и опускать. Это мы можем не писать, только сведения об авторах. Итак, про область, оглавие, сведения об ответственности. Самая большая, наверное, область, много элементов всегда в ней. Источником является титульный лист и оборот титульного листа. Сейчас они уравнены в правах, но если есть какие-то разногласия, тогда лучше брать с титульного листа, пишем в примечаниях, если есть какие-то расхождения. Общее обозначение материала заменено у нас в область вида содержания условий доступа и сведения, относящиеся к заглавию, стараемся не сокращать, пишем без сокращения полностью. Ну и правило 5. Количество сведений об авторах у нас изменилось. Предписаны источники информации. Брать в скобке или не в скобке с оборота или с титульного листа, ну вот смотрите, если мы берем раньше у нас был только титульный лист, теперь еще и оборот. Если у нас пояснение роман было написано на обороте титульного листа, теперь пишем без квадратных скобок. Раньше мы, если брали вот это пояснение, что это роман, например, с оборота титульного листа, то нам надо было ставить квадратные скобки. Хотя напрямую даже в старом госте об этом не было написано, но все примеры приводились именно вот так для сведений, которые были позаимствованы с оборота титульного листа. Если четыре, да, Людмила, если четыре автора, пишем всех, если пять и больше, пишем первых трех и другие. Ну вот так, не спрашивайте меня, зачем так, почему так, вот так, вот так сделано. Поэтому я вам вот сюда вот такую подсказку и написала. Если авторов один и четыре, дочь, один, два, три, четыре, вот мы их всех здесь указываем. Если авторов пять, то первые три и другие. Вот для курсантов вот эти вот все шпаргалки прямо оставляю, все они у вас будут. Следующее, да, вот про предписанные источники информации. Следующая область, небольшая область, область издания. Фамилия А, да, Марина, прошу прощения, там где-то у нас вопрос убежал, про запятую. Отделяется ли фамилия от инициалов запятой? Считается ли это ошибкой? Значит, смотрите, опять же, вы сами только, пожалуйста, доведите это до сведений своих учащихся. Если, коллеги, если звук пропал, сейчас прошу, хорошо ли слышно, напишите, да, огонек в чат, нажмите, пожалуйста, что все нормально. Ага, отлично, все, я тогда просто пишу. Ага, спасибо. Значит, смотрите, по поводу запятой, в принципе, по ГОСТу, да, фамилия отделяется от инициалов запятой, но для студенческих работ, которые у нас никуда не публикуются, никуда не идут и не являются библиографическим указателем, вы можете принять решение, что мы пишем без запятой, но, пожалуйста, тогда заранее просто учеников проинформируйте, что, ребят, в нашем списке источников или вы можете, там, пишем без запятой, фамилии, после фамилии запятую не ставим, или наоборот сказать, что после фамилии обязательно ставим запятую так, как в ГОСТе, в ГОСТе и стоит запятая. Можно, можно ставить, можно не ставить, да, поэтому, ну, здесь для письменных работ вы можете сами принять решение. Только заранее скажите, чтобы в одном списке у вас не может быть в части описания стоит запятая, в части описания не стоит. Вот это будет ошибкой. А если все описания там с запятой или все описания без запятой, то за ошибку тогда не считайте. Можно и так, и так. Или отдать им на усмотрение, да, как, ну, главное, чтобы был принцип к единообразию. По области издания, сведения об издании, вот они включают в себя информацию о различных переизданиях, перепечатках, и обычно содержат либо слова, либо цифры, либо и то, и другое, обозначающие порядковый номер издания. Слова издания 2, 3, 5, 10. Слова издания могут, ну, вот примерно вот так это у нас может выглядеть. Записываем так, как это было указано на титульном листе либо обороте титульного листа. Второе издание либо издание второе, вот как написано на титуле, так можно, да, можно менять. Не менять, а указывать так, как на титульном листе приведено, да. Могут быть какие-то сведения о доработке этого издания. Дополненное, переработанное, переработанное, дополненное. Вот как написано на титуле, так мы это и переносим. Сокращения здесь, да, допускаются. Все указания на номер издания приводятся арабскими цифрами. То есть, если даже у нас словами написано второе издание, мы записываем цифрами, арабскими цифрами. Сокращение, да, сокращается, стереотипное, да, вот, вот откуда берутся сведения об издании в эту область. Вот четвертое издание, стереотипное, приводим сокращением, и вот у нас две точки соединились в одном. Роза, вот это надо смотреть в тех методических рекомендациях, которые есть у вашего диссовета. У всех по-разному сейчас, абсолютно по-разному. Смотрите, что, что рекомендует ваш диссовет. Потому что где-то с запятыми, где-то, наоборот, говорят, уберите все запятые. Вот сейчас с диссоветами беда в этом плане оформления. С оборота титульного листа. Вот, сведений здесь на титульном листе не было, но так как они уравнены в правах, мы можем взять сведения и отсюда. С оборота титульного листа в этом случае мы квадратные скобки уже ставить не будем, потому что они уравнены в правах. Титул и оборот. Все сведения об издании приводят в тех формулировках и в последовательности, которые есть в источнике информации. И дополнительные сведения об издании это обязательный элемент, если он есть в источнике. переработанное, стереотипное, дополненное, исправленное и так далее. Вот это мы сюда записываем. Отделяются они запятой. Запятая в этом случае у нас является библиографическим знаком, но мы говорили, что точки запятые, они приклеиваются к предыдущему слову, к предыдущему тексту, поэтому мы его пробелом только с одной стороны отделяем. И вот вместо слова издания могут использоваться такие варианты и другие новые версии, дополнительный вариант, вот как указано в первоисточнике, вот так мы это и приводим. Самая, наверное, простая область издания. Следующая это специфическая область материала или вида ресурса. Страшный на вид зверь, но на самом деле мы с ним не так часто встречаемся. Это название области немножко изменилось, оно стало более содержательным, и из объектов этой области теперь исключены электронные ресурсы и отдельные виды нормативной технической документации, законодательные акты, патенты, стандарты. Вот то, что мы писали и говорили с вами в сведениях относящихся к заглавию через двоеточие, мы записывали принят, введен и так далее. Раньше они писались в этой области, теперь они переехали наверх. А эта область осталась только при составлении описаний на картографические, нотные и сериальные ресурсы. И вот три варианта, какие элементы здесь приводятся из факультативной я не брала, только обязательные и условно обязательные выделяются жирным шрифтом. Вот это для нотных изданий, для картографических и для сериальных ресурсов. Иногда у нас может встретиться только вот эта часть. Ну, ноты и карты глобусы, наверное, не так часто нам приходится в своих работах описывать. Но если вдруг попадется, оно здесь тоже есть. В основном сериальные издания. И то мы с этой областью практически не сталкиваемся. Очень редко, если только о сериальных изданиях идет речь, и то несколько. Но тем не менее, чтобы у вас было, вот оно и есть. Да, через точку тире указ там партитура, партитура и клавир и так далее. И электронные ресурсы у нас уехали в примечание, а отдельные виды нормативных технических документов, вот я вам такую шпаргалку здесь сделала. Вот они уехали у нас в сведения, относящиеся к заглавию. Следующая область, с которой мы точно сталкиваемся и очень часто. Это область публикации, производства распространения, то, что раньше называлось выходные данные. Это новое название области, и здесь прописано, что обязательными элементами, обратите внимание, у нас является первое место издания и первое имя издателя дата публикации. Последующее место, последующее имя издателя, у нас может быть несколько издательств, например, вот как в нашем примере, они не являются обязательными. Обязательным является первое место издания и первое издательство. Вот если у нас встречается вот такая вот история, несколько городов, несколько издательств, их может быть гораздо больше, то мы оставляем первого, мы можем это сделать, сократить до первого и потом ставим запятую и пишем год издания. Скращенно написать список, использованный в конце литературной презентации. Людмила, используйте краткие описания. Как сокращенно написать список использованной литературы в конце литературной презентации? Если это на слайдах, просто краткие описания выносите на слайд и все. Самые краткие. Да, можете дополнительно, можно сделать файл. Можете оформить даже как ссылки, если у вас идет, например, в тексте самой презентации вы на что-то ссылаетесь, оформить как ссылки и сделать по ГОСТу, например, сделать список выноску, да, вот эту отсылки, затекстовые ссылки туда вынести. Как вариант, например. Но это чисто для презентации, которую вы, например, показываете на экране и выступая перед аудиторией или где-то там на вебинаре, да. Поэтому вот можно вот так, например. Коллеги, вы тоже вопрос, во вкладку вопроса тоже поместите, пожалуйста, если не сложно, ладно? Но там сокращайте, потому что это непечатная работа. По краткому описанию это будет достаточно. И по месту издания. Коллеги, прошу прощения, иначе я вопрос просто забуду. По месту издания. Вот три варианта, как может у нас выглядеть место, определение места издания. Почему у нас здесь стоят квадратные скобки, а здесь со знаком вопроса, а здесь написано просто вот просто город, да. Значит, смотрите, если у нас, например, не приведено место издания, но по издательству мы можем точно определить, что это Старгород, да, ну, Старгородский печатник, ну, какое еще место издания, конечно же, Старгород, издательство, скорее всего, там и находится, то можно написать место издания вот так, определить город и квадратные скобки не ставить. Вообще все сведения, которые мы формулируем сами на основе анализа источника, либо берем откуда-то извне эти данные мы добыли, да, они ставятся в квадратные скобки. А здесь мы, вот, допускается такой вариант, что мы можем написать без квадратных скобок. Если мы, а вот здесь непонятно, да, вот старый печатник, непонятно, что это Старгород. значит, мы где-то нашли информацию сами в каталоге, в указателе, посмотрели, в конце книги, да, где-то там в ресурсе мы обнаружили, что это все-таки город Старгород. Определили, мы ставим в квадратные скобки, что это мы сами определили. А вот здесь со знаком вопроса пишется, если вроде бы похоже на Старгород, но мы до конца не уверены, да, и не можем найти информацию точно-точно подтверждающую, тогда мы можем поставить вот так со знаком вопроса. Но это уже такие вот тонкости, как написать место издания. Но если, если столкнетесь, да, то вот имейте в виду, если четко определяется по издательству, тогда можно писать и без квадратных скобок. И по, если неизвестен год издания книги, ищите по типографии, типографские данные, по обороту книги, например, смотрите, либо ставьте также со знаком вопроса, точно установить не удалось, но вообще очень интересно. Это если какое-то старопечатное может быть издание, там это может быть. А с новыми книгами, ну, надо поискать во внешних источниках, да, там в сети интернет, в библиографических указателях, где-то обязательно эта информация будет. В конце концов, в конце книги всегда есть отпечатанных, типографии, и вот оттуда мы тоже можем взять год. учитель, Вероника, если не трудно, я в конце свои контакты тоже оставлю, вы мне этот вопрос пришлите, пожалуйста, прям вот если есть скрин или скан, скрин-скан, да, вот этой вот страницы, очень интересно, обязательно пришлите, посмотрим. и область по издателям. Если нет издателя, невозможно установить, используем формулировку без издателя, без места издания, значит, сведения о месте издания, кстати, могут быть опущены для сайтов, газет, журналов, периодических изданий, да, для видеоматериалов, фотоснимки, иллюстрации, какие-то необработанные записи, фильмы, вот там место издания мы можем опускать, в гости это есть. В этом случае мы не пишем вот это вот БМ, БИ, без места издания, без издателя, еще без года, без автора и без названия, да, вот такая книга, на которую мы ссылаемся. Вот этого быть у нас не должно. Для неопубликованных ресурсов то же самое. Если ресурс неопубликованной, то не, вот эту замену мы просто не пишем, а вот эту замену без места, без издателя, без года мы тоже не пишем, мы просто пропускаем. Это неопубликованное. В, это вот то, что касается области публикации, производства и распространения. Да, если у нас два места издания, то они пишутся через точку запятой можно написать, но одно издательство. Вот у нас, например, распределенное издательство, с этим мы можем сейчас сталкиваться. Опять же, вот эти данные вы можете тоже сокращать, потому что основное – это первое место издания. Тогда мы его можем указывать только его. Сокращение о форме юридического лица, вот сведения об издательской функции, вот это может быть все, что синеньким, можно сокращать и не указывать в нашем описании. Но если слово издательство является неотъемлемой частью, либо это издательство, например, университета или там школы или еще какой-то организации, для которой издательская деятельность не основная, тогда мы его оставляем. Сокращать да, можно. Можно написать полностью, можно сократить. Там издательский дом Сытина, но издательский дом в этом случае является частью названия, мы его никак выкинуть не сможем, иначе останется просто Сытина, что это. Тогда оставляем. Все остальное, вот то, что приведено здесь, может быть сокращено. Издательство там Альпина Паблишер, оставляем только Альпина Паблишер, эти слова убираем. В области физической характеристики приводим обозначение страниц, указываем номер, что указываем количество страниц на весь источник, и берем эти сведения, в этом случае источник информации, это не только титульный лист, оборот титульного листа, а весь ресурс в целом. Указывается последний номер нумерованной страницы. Вот открыли в самом конце последний номер 356, вот его сюда и указываем, это вот согласно ГОСТу. Приводим цифры арабские либо римские, если это указано в источнике. Нумерованные, ненумерованные страницы по ГОСТу указано, подсчитываются вручную, записываются арабскими цифрами в квадратных скобках в конце, вот как у нас приведено, четыре страницы иллюстрации, они были не пронумерованы, и у нас мы их туда записали. Разные формы описания, для нас важно вот это, вот это вот самое главное, все остальное мы можем в принципе и опускать. Можно опускать, вот это должно быть обязательно. Последняя нумерованная страница, вот для студенческих работ, для не каталогов, не каталожных карточек, не описаний для библиографических указателей, еще раз, для студенческих письменных работ, либо для наших статей, для наших списков источников, вот этого достаточно, указали полное количество страниц. Вот этот вариант у нас встречается в том случае, если мы делаем описание, например, на статью. Вот про это у нас будет отдельный вебинар про составную часть ресурса, там мы про это тоже поговорим. И если у нас, например, не печатный источник, а какой-нибудь DVD-ROM или видеозапись, что указывать сюда физическую характеристику, какие-то там страницы, либо допускается указывать на количество дисков, количество файлов, продолжительность звучания, проигрывания. Вот это все можно и то, и другое включать, либо время звучания, время воспроизведения указывается в часах и минутах. Тогда их, это на нестандартные, это когда про электронные ресурсы будем говорить, тогда мы их и разберем. Область серии и многочастного монографического ресурса. Еще одна область, которая у нас встречается после физической характеристики. Это уже для более серьезных, не супер кратких описаний, а чуть-чуть побольше, если у нас есть какая-то серия и книга выходит в серии. Вот здесь основные элементы выделены жирным шрифтом, основное заглавие серии или подсерии, международный стандартный номер ее или номер выпуска серии или многочастного монографического ресурса. На этом мы сейчас останавливаться не будем, просто имейте в виду, что это все мы вот здесь да, у меня убежала по-моему одна скобка. Вот это вот у нас вот так должно выглядеть. Вот вот так вот вот в скобках мы это приводим. И на следующем как раз у нас следующий вебинар будет по сериальным многочастным ресурсам и вот там мы вот это уже поподробнее разберем. Но обязательный элемент, вот я вам здесь написала, что обязательно должно быть. На самом деле это выглядит очень страшно в схеме, на практике не очень страшно. вот оно здесь скобка у нас прибежала. Серия и ССН это номер серии и выпуск номер такой-то выпуск 70-й. Вот и все, ничего страшного здесь в этом нет. Про сериальное мы на следующем занятии с вами поговорим. Образ блест-примечания для электронных ресурсов и патентов является обязательной. Вот здесь мы приводим обязательные элементы, когда мы говорим о ресурсах сетевого распространения. Это электронный адрес, это дата доступа или дата обращения и условно обязательное примечание о режиме доступа. И теперь, если мы раньше писали режим доступа и адресная строка, теперь мы пишем URL и адресная строка. Вот таким вот образом. Так же, как мы в ссылках раньше оформляли. И вот дата обращения либо дата публикации для периодических сериальных изданий, она становится обязательной. Вот это обязательно указывать. Про электроны у нас тоже будет отдельный вебинар, поэтому я их немножко пройдем. И область идентификатора ресурса. Обязательная область, международный стандартный номер является обязательным, остальное указывать не обязательно, но они сюда входят. Условия доступности или цена тоже, хоть они и факультативный элемент, но если они присутствуют в наличии, есть какие-то ограничения по доступу, лучше это указать. Лучше это указывать, чтобы мы понимали, можно ли вообще получить доступ к этому ресурсу. Обязательные элементы и СБН, и ССН и ДОИ, он условно обязательный, но желательно его указывать, я уже вам говорила в самом начале, по какой причине, потому что по нему мы можем найти источник. То же самое с международными номерами. Вот для музыкальных изданий теперь тоже появился такой вот номер. Если есть несколько ИСБН при нескольких издателях, вот с этим мы можем сталкиваться, в разных изданиях выходила книга, вот Вечи истоки, да, и мы у каждого издания свой ИСБН, какой из них указывать? Указываем оба. Да, вот тогда так и записываем, ИСБН вот это у Вечи, а вот это ИСБН у истоков. Оба номера отсюда берем. И да, вот номер ИССН, да, вот он у нас приводится, если для электронных изданий, то он перед адресной строкой приводится вот сюда. Мы его вставляем. это номер ИССН не отдельного журнала, а всей серии. Вот про сериальное мы в следующий раз с вами тоже поговорим, почему оно сюда уходит. И номер ДОИ, вот он. Значит, смотрите, если у вас номер ДОИ относится ко всему журналу, да, ко всему ресурсу, ко всему сборнику, ко всему журналу, он ставится в конце. Но если у вас номер ДОИ к определенной статье, то он ставится вот сюда, до двух косых черточек. Он относится к статье это ДОИ не журнала, это ДОИ статьи. Вот это прям пример из ГОСТа, который у нас там есть. Он присваивается вот сюда мы его выносим в составную часть. Об этом мы еще раз вспомним, когда будем говорить про составную часть ресурса. Ну и область вида содержания средства доступа. Коллеги, добрались мы наконец до конца. Говорил, что будет долго, будет очень долго. Самая большая, наверное, часть всех имеющихся это сегодня. И самая большая, самая последняя область это вид содержания средства доступа. Она не обязательная, она носит характер условно обязательных элементов либо факультативных, поэтому в списках своих студенческих школьных работ особенно можете ее опускать. Поэтому не загружайте лишние информации, еще не окрепшие умы начинающих библиографов. Пусть они хотя бы до ИСБНа или с ИСБНом научатся делать краткие хотя бы описания. Потом можно вводить. Вот этот текст непосредственный. мы пишем например в том случае если у нас большинство электронные ресурсы среди них несколько книг. Вот тогда для нескольких книг для меньшинства мы вот это пояснение будем писать. Это вот то, что у нас было раньше. Текст, электронный ресурс, вот теперь они по-другому формулируются и переехали этажами ниже. Для облегчения участи и на курсе эти все таблички у вас будут. Мы сделали такую выборку студентов тоже мне помогали. Вид ресурса и пример описания вот этой области например для разных видов ресурсов. На предыдущих вебинарах я тоже по-моему табличка делилась и не устану отдавать ее снова и снова. Как записывать есть ли у нас аудиокнига что сюда писать. Вот чтобы вы не сидели и не думали и не ломали голову у нас уже есть готовый вариант. Оп аудиокнига взяли подставили все вот это вот расписывать не обязательно изображение видео музыка аудио это факультативные элементы вот они у нас вот характеристика содержания последующих характеристик содержания они факультативные для не библиографов мы это можем опустить и можем их не писать тогда у нас вообще становится все очень коротко и понятно ну и вот в заключении вам еще раз пример описания под заголовком и под заглавием на нормативные законодательные акты и так мы можем сделать описание и под вот вот коллеги и все добрались мы с вами до конца прошли сегодня по всем областям постарались рассмотреть все элементы на самом деле да сейчас немножко каша в голове будет информации очень много запись вебинара будет вам доступна коллеги можно будет пересматривать и еще раз напоминаю это у нас идет теоретический материал курсу который у нас запустится в январе в январе мы вот с этим всем будем знакомиться на практике пока ручками сам не попробуешь рисовая каша тогда в голове рисовой каша и останется вот там мы будем уже разбирать для библиографов в принципе библиографом тоже можно но просто я не специализируюсь на электронных каталогах и если вопросы какие-то по электронным каталогам это надо уже коллег будет привлекать которые на этих электронных каталогах сидят у меня скорее вот больше для не библиографов потому что беда у нас с оформлением работ когда коллеги начинают падать в обморок за 5 минут нужно быстро исправить список а я вообще даже не понимаю чего откуда берется и на курсе мы с вами не только этот материал у вас будет в доступе и запись и презентация и плюс еще дополнительные шаблоны как работать с источниками чего откуда берется и тесты и тренажеры и на практических вебинарах мы уже это все будем постараемся с вами отработать так чтобы не было страшно работая уже самими источниками поэтому коллеги все презентации все материалы это уже будет в рамках курса на следующий на следующий вебинар я вам расскажу чуть более подробно и вот на этом мы сегодня наверное нашу встречу с вами завершаем всем хорошего настроения всем удачи не бойтесь библиографических описаний дальше мы с ними еще постепенно доработаем познакомимся и они будут совсем не страшными и придя на курс вы просто научитесь это делать очень легко и просто я желаю вам всего хорошего удачи здоровья и до новых удачи удачи